Готовимся к этапам. Да. Что, как готовка? Пока нормально. Нормально, нормально. Пока не понимаешь, что надо делать. Зачем машину-то ломаешь? О, нормальная тачка стоит. Сразу видно, кто пригонял ее. На автовозе. Абсолютно. Санек, слушай, ну классно покрасил. Классно покрасил. Покрасил машину. Один работает, все смотрят. Позовы, блядь. Помогли бы хоть. Словом помогает. Да. Что-то ищет, ищет. Вон карифаны идут. Скоро раздуая, да. Что, не текет? Чистая даже суда. Так она же с другого города. Этого. Матюль. В коробке. Этого. Эй, матюль. Векемоле. Хуйня какая-то. Хахахахахахахахахаха. говорила мне мама и заниматься чем другим а ты не послушал итог рубашка в масле какой кардан и все и в свою узню потащил чё-то кстати надо посмотреть торонуть быстренько в якутск обратно дайте все записи на видео да сколько объехала сегодня еще поем я другой возьму чё там интересно тигровый заезд джейсон вперед вперед ну это и то я смотрю как бы не поисковым кладу а а все что ли что это такое никакую личную жизнь а а а а а а а то есть как она как она ведется его на дорожке не я я не понял все короче суть века я осмотрел со стороны вода джейсон он всегда выставляется а кроме а опять опять о н Лайт-версия, да? Субтитры создавал DimaTorzok Не ударился же, все, и спокойствие Санек отжимает, тут тайцы 4 диска Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok не запустишь без компа все это и кх мотает конечно да так должен проводиться нормальный автомобиль машину запустили осталось пилота разбудить пилот маша маша твою машину запустили пора ехать вот так вот дрифтеры да это подготовка будущего чемпиона да давай чемпион вставай твое транспортное средство готова к бою или ты будешь на ли они или ездить машина готова твой муж успешно ребилдинг сделал транспортного средства нет еще не убежал там какие-то тёлки ходили предлагали ему услуги он что-то отказался нужно выполнять вот так вот м вот так вот вот так вот вот и вот так вот по так вот Субтитры делал DimaTorzok Другая камера снимает Субтитры делал DimaTorzok Другая камера Другая камера Субтитры делал DimaTorzok Бывают такие медленные, я думал, что у них все немного побыстрее То и, ну, Токахаши после постановки флипа отпустил газ И замедлился, а я подлез под него на красивую перестановку, чтобы именно в базу сразу встать И деваться было некуда, я его ударил, потом ушел в бойки Это, в принципе, нигде ни на видео нету, я скрываюсь от таких моментов Я стараюсь это делать рано утром, пока еще никого нет, пока все спят, клюют Ну и... С утра пораньше убрался и все Да, на самом деле, как бы, были прецеденты вообще к тому, что мы не успеем починить машину И слава богу, совместными усилиями моих механиков и большинства людей, кто еще находится в техпарке Там много кто помогал Ребята вообще, конечно, молодцы, прям респект им, что помогли, кто помогал А вот, 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 вот школа слышала, там, эй, ну, и поехал Главное, поехал Ну, что, это все нормально Мне надо прикрыть окошко Ищим, что-то Да Многие сказали, особенно те, кто разбираются, в принципе, в автомобилях и в специфике дрифтовых машин Многие заметили мою поломку, ну, что у меня было с передним левым колесом, что у меня ушел кастер И в последней перекладке у меня всегда хотел развернуть Это, как бы, на самом деле, была очень большая проблема С которой было тяжело бороться Я в тренировочном заезде на постановке по флип зашел вроде нормально Переложился, все вроде замечательно Еду, думаю, ну, все хорошо, ехать можно Последнюю перекладку меня разворачивать Это был, как раз, прогрев у меня И тут я понял, что, как бы, ну Что ушел Мы изначально, когда смотрели, нам показалось Так как морда была сильно кривая Нам показалось, что просто ушло схождение Ну, естественно, просто поправили схождение Мы не думали, что это ушел кастер Когда уходит кастер, и уходит схождение Мы схождение поправили, а кастер мы, естественно, конечно, и угромили Ну, и когда уже, ну, примерно присмотрели, что сейчас этот кастер Не было даже времени исправлять эту ошибку И, ну, решили уже оставлять так, как есть И я буду просто брать каким-то своим опытом, который я уже получил за несколько лет, чтобы стараться именно проехать на результат. И вот они финишируют эта пара. Фуридаши, и здесь снова очень здорово все делает Саша Салочкин, но и Уцули, посмотрите, не отстает совершенно от этого сотрудника. Пару-любинга генофилирует японский билет из D1GP и возвращается участники на финиш. Когда проехал прогревочный заезд, я понял, что есть такая проблема и мне нужно было ее как-то избегать. Первый заезд в Уцули, я немного на старте отвалился, но, честно, затупил немного. Просто старт, что-то я замешкался, ну все, вроде как на постановке я его догнал, немного сильно вывалился. Ну, в принципе, в общем, проезд провел неплохо. Смог догнать, подъехать к нему и сделать, в принципе, все на уровне. Так, куда-то летишь. Когда я ехал первым, все, у меня была хорошая постановка, я поехал везде широко, я дал себе подъехать. Но, опять же, вроде говорил, выше была проблема именно с кастером. В последней перекладке мне приходилось очень осторожничать. Во-первых, я немного взвежал темп, чтобы меня не развернуло. И когда я открывался, так как я не мог встать в максимальный угол, чтобы нарисовать дугу, Получается, я вставал, грубо говоря, в средний угол. И машина уезжала не в дугу, а стремительно уезжала именно в грубо говоря. Эти взрослые управлялся. Я выехал за пределы трассы. Все ничего не могу с этим делать и выехал. Ну, незначительно, на самом деле, как многие туда выезжали. Но, все-таки, я выехал за пределы трассы и судья сам снял меня. Где еда? Мы ее спрятали специально. Да, там на полу валялась. Да, да, да. Я наступил случайно. Где что страшно? Ну, правильно. Да, если бы бы сани походили по ней. Бензин пролился случайно. Вкусно? Домашняя еда всегда вкусная, да? Прям с дома привезла. Что будем рекламировать, где ты купила? Я даже не знаю, какую подворотницу взяла. Мужик с коробки продал. Я пошла. Давай, иди. Идем. Давай. Вкусно. Продолжение следует... Продолжение следует... Прямо для GZ, чтобы сломать трубовую кривод, это прям очень много делов. Вот какая она молодец, как она быстро проскочила. Продолжение следует... Красивый мост... На самом деле, наверное, одно из самых таких построек 2013 года, если я не ошибаюсь, продуктивных, которые очень сильно загрузили наши дороги, потому что у нас были проблемы с проездом на Чурки. Это район такой. Узкая дорога, и по вечерам большая часть города стояла плохо. Сейчас, так как построили мост, стало все намного проще. Ну, вот это как-то так вкратце. Ну, еще появился у нас мост на остров Русский. Реклама Владивостока? Не то, что реклама Владивостока, просто... Не, на самом деле, как бы, если ты катался ночью по городу, ты мог наблюдать вот эти всякие моменты красивые. Ну, да. Русский остров. Да, остров русский, все дела в 8. Да, красотища. Спасибо, да, стоит приехать хотя бы раз посмотреть. Ну, только один раз, но больше не будет. У меня горка, конечно, хорошая, но сопок очень много, тяжело, особенно всего, ездить. Нет, зато спортом нужно заниматься, пособком. Их даже никто не пытался остановить. Дрифтеры бегают перед соревнованиями? Ну, на самом деле, скажу честно, я каждый год... Ну, летом у меня времени совсем нету ходить в спортзал. Перед каждым сезоном минимум 2 месяца, ну, стараясь 3-4 месяца зимой ходить в спортзал, именно сгонять вес, переходить в форму, ну, именно подсушиться, чтобы было проще машине не поднять. Ну, и физическая форма, конечно, все-таки важна, когда, особенно, кучишь гайки, еще что-то, так как я машина собираюсь своими руками, это способствует именно, наверное, выносливости. Потому что я, допустим, собираю желтого марка в последний раз, и ставил новый мотор, новый трансмиссион. То есть, оно много... Я разобрал одну машину полностью за день. На следующий день я начал часа в 3 дня разбирать машин марк, и в 3 часа ночи я закончил, уже стоял на торре, и все было готово к завтушку. Я все делал в одного, одесна, где-то часов, наверное, в 11 или в 12, я уже не помню. Это было буквально недавно, но у меня так, как плотный график, я забываю много. В 11 или в 12, когда мне приехал друг, под погонялом труба, просто у него колеса пару раз отваливались, и мы его прозвали Серега-оптянист трубы, и теперь ему, словно, погремуха труба, короче, прикисла, грубо говоря. Экзибит труба. Да, и вот он приехал, потому что именно ставить мотор вместе с коробкой, с подрамником снизу в одного не очень удобно. То, что нужно было бы вставлять, править, и как бы, ну, действительно, в одного это очень тяжело. Вот он приехал, мне только помог именно выставить мотор, чтобы его закрутили на подрамник, и все, он приехал, потому что он приехал тоже с работы поздно, именно помог мне сделать вот эти вот нюансы. Машин закрепил. Помог мне сделать эти нюансы, и, ну, потом он уехал, и дальше я продолжал сам. Где-то часа в три ночи, я уже все полностью подключил, все подготовил. Осталось там только залить, было антифриз, и завести машину. Я ждал не Митюкова, Митю со Стасом, они у нас... Стас паяет ВЕМС, Митя настраивает. Это вот первая экспериментальная версия ВЕМСа, которая именно идет как чип-тюнинг. Грубо говоря, все обеспечение работает у штатного компьютера, мозг только правит карты. Топливно-воздушную смесь, и пока показывает практика то, что этот ВЕМС намного удачнее предыдущего. Машина более корректно работает на холстых оборотах, очень легко заводится, и минимум проводов. Это, ну, кто видел ВЕМС старого образца, когда его открываешь, ну, именно в штатном корпусе, там очень-очень много проводов. И пока берем, я вам выбросил туда. О-о-о! Субтитры сделал DimaTorzok Ну, стоишь без дела, ремни привязывай. И вот это бегать со своей петцелкой. Как? Петцелка? Все? Вообще, умеете что-нибудь кроме вот этого бегать? Хочешь? Покажу. А? Нет. Ну, и все. Шлем удобный? Удобный шлем? Ну, соу-соу. Как? Соу-соу. Соу-соу. Ну, ничего, ничего. Настройку сделайте, нормально все будет. Мотор работает. Просто питание потерялось. Она сошла, карта сошла просто. Я говорю, получается, играет, не возбуждает. Ну, да. То есть, представляете, соревнования были бы, да? Не такая проблема. Мясо? Я приехал, тут от мяса уже устал просто. Что ты, блядь, это мясо приешь? Нет, мы с ними в Якутске только мясо. Фруктов нету, нормально. Я расплавился? Что? Марс. Марс нет. Блядь, реклама Марса. Стереть, да, за квадратики. Чувак, у тебя все лицо в квадратиках. Ты что, хавал квадратики? Когда это, затуманивает же лицо, блядь, квадратика. Что вкусно? Говняный репортаж снимает все подряд. Да не говори. Я вот сегодня некрасивая, вот все снимаю. Это естественно. Говняный? Меня пчелы кусали, я не спала всю ночь вместе с тобой. В фоксинге. Вот она, правда, жизнь непросто. Я сейчас тоже некрасивая. Я пойму. Ты красивая? Говняный репортаж. А когда я ела, значит, все пюре, если я по лицу размазала, то я тоже снимала. А зачем ты сейчас, зачем ты в тарелку головой ныряешь? Почему ты лицом ешь, а не ртом? Она дома так же ест, она сразу заныривает в тарелку. Ребята, я не знаю, а потом вот это летит. Это что за технология такая? Вкуснее так? Походу Саня сегодня не ужинает. Саня не ужинает? А я и так. Я и так не учусь. Меня я особо сейчас не расстрою. Он Марсом на весь день хватит. Это роскошь, ты че? С нашим бюджетом Марс это роскошь теперь. У нас же есть вемсы. Вемсы, да? Уемс. 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 Я походу перехвалил их. Ага. У monks. Уйдено! У них есть в нем. У нас было. Ужинает. У WYДОСТОГОВ. У нас был одним. Угу. Ужинает. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 8.200 кручу и вообще никаких проблем нет.